Здравствуйте, дорогие друзья! Рады приветствовать вас на нашем канале. Здоровье превыше всего, поэтому только для вас мы делимся самой полезной информацией прямо сейчас. Как можно вылечить щитовидку клюквенным соком? Гипотиреоз – это заболевание, при котором ваша щитовидка производит недостаточное количество гормона. Что же делать, если барахлит щитовидная железа? Предлагаем вам узнать рецепт сока для восстановления щитовидной железы. Составляющие. 250 мл стопроцентного морса из клюквы без сахара, молотый мускатный орех, четвертая часть чайной ложки, 175 мл сока из апельсина, свежевыжатого, 1,75 л очищенной воды, корица молотая, пол чайной ложки, имбирь молотый, четвертая часть чайной ложки, 60 мл сока лимона, свежевыжатого. Как приготовить? Вначале кипятим воду, вливаем морс из клюквы и избавляем огонь. Далее добавляем все специи. Хорошо перемешиваем и кипятим на небольшом огне около 20 минут, даем смеси принять комнатную температуру. Вмешиваем апельсиновый и лимонный сок, добавляем лед и получаем удовольствие от непревзойденного вкуса. Иные природные способы восстановления щитовидной железы. Ежедневно пейте костный бульон, обеспечьте оптимальный уровень витаминов А, Д и К2. Избегайте употребления сои, поднимите уровень селена. Избегайте потребления глютена и казеина А1 типа. Пройдите диагностику для установления уровня йода в организме. Осуществите детоксикацию от тяжелых металлов. Кушайте морские водоросли и другие морские овощи. Принимайте адаптогены. Прекратите употребление продуктов с содержанием простых сахаров. Практикуйте навыки правильного питания. Принимайте масло кокоса. Будьте внимательны. Избегайте употребления продуктов, которые влияют на деятельность щитовидной железы. Это цветная капуста, брокколи, капуста, шпинат, брюссельская капуста, кале, льняное семя, репа, соя, арахис, кедровые орехи, пшено, кассава и листовая горчица. Беречь здоровье необходимо не только с молоду, но и в любом возрасте, ведь оно несомненно пригодится. В частности, это относится к такому важному органу, как щитовидная железа. Будьте внимательны ко всем знакам, значительным и не очень, которая подает вам ваше тело. Лечитесь от болезни своевременно, занимайтесь профилактикой.